Привет! Вот вам короткое видео о том, как сделать шахматную фигуру. Это прямое продолжение предыдущего видео про разглаживание и заострение, предназначенное для развития и практики уже полученных навыков. Так что, если хотите пройти весь курс, щелкните по ссылке в описании. А еще вы можете посетить сайт Gavitso.uk для руководств как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Но он на английском. Переведено и озвучено. Brainy Man Итак, мы будем делать пешку. Есть способы и побыстрее, но для практики, полученных в прошлом эпизоде навыков, мы остановимся на более размеренном варианте. Если хотите сделать модель быстрее, изучите модификатор Screw. А здесь мы будем использовать старый добрый метод с экструдированием и лупкатингом. Сначала откроем картинку. Нажмите N на клавиатуре, чтобы открыть вот эту вот панель. Надеюсь, если вы следуете по курсу, то вы это уже запомнили, ведь мы этот процесс проходили и в прошлых выпусках. Жмем на Background Images и вставляем нужную картинку через Open. Можете нажать на вот эту вот кнопочку, чтобы поменять режим предпросмотра. Эту картинку я нашел просто загуглив «шахматная пешка сбоку». Ладно, картинка пока не появилась, потому что я не в режиме ортографической проекции. Для того, чтобы его включить, нажмите 5 на нампаде. Также ваша камера должна быть расположена сбоку, спереди или сверху. Я ее поставлю спереди, через единицу на нампаде. А вот и появилась наша замечательная пешка, на которую будет просто ориентироваться. Ее немного скосило, так что я немножко подправлю. Прокручиваем панель вниз, находим нужные кнопки и ставим картинку ровно. Теперь удаляем куб и щелкаем мышкой прямо посередине. Shift-A, Mesh, Cylinder. Комбинация Shift-A добавляет фигуру. Теперь опускаем цилиндр, чтобы сделать нижнюю часть фигуры. Уменьшаем по оси Z. S плюс Z. Немного вниз. А потом Shift-S, Z, чтобы увеличить цилиндр по всем осям, кроме Z. То есть по X и Y. Конечно же, нельзя забывать про перспективу на фотографии. Но нам все равно больше важен внешний контур фигуры. Зажмите среднюю кнопку мыши, чтобы выйти из режима проекции и перейти в режим редактирования. Вот здесь Edit или через Tab. А потом нажать Ctrl-Tab, чтобы выбрать Faces. Или нажать вот здесь, чтобы перейти в режим граней. Теперь выбираем вот эту вот грань. Возвращаемся в проекцию спереди, через единицу на нампаде. И так как я выбрал эту грань, я могу начать экструдирование. Жмем E, а потом правую кнопку мыши, чтобы начать экструдирование и выбрать его. А сейчас я немного вытяну то, что получилось, а потом уменьшу. Вот так у нас постепенно выстраивается фигура. Повторюсь, главное — следовать внешнему контуру. Снова экструдируем. Вытягиваем вверх до следующего зрительного ориентира. Меняем размер. Естественно, я мог бы сделать тысячи таких экструзий, но буду основываться лишь на тех областях нашей картинки, где меняется форма ее контура. А все остальные мелочи можно сделать позже. Чтобы вы не моделировали, всегда сначала делайте базовую форму, и только потом добавляйте детали. Снова экструдируем через E, вытягиваем. S для изменения размера, сводим. Опять. E для экструдирования, вытягиваем мышкой, жмем правую кнопку мыши, чтобы подтвердить, и дальше по циклу. E для экструдирования, меняем размер. Левая кнопка мыши подтвердить. E для экструдирования, меняем размер. Левая кнопка мыши подтвердить. Ближе к концу вы заметите, что у вас сверху остается так называемый N-Gone. Для того, чтобы центрировать на нем камеру, нажимаю точку на нампаде. При Hard Surface моделировании, оставлять N-Gone нормально, они придают контуру форму. Но в нашем случае лучше все довести до конца. Так что эту грань мы удаляем, жмем Delete, Face. Переходим в Edge Mode. Его можно выбрать вот тут внизу, или через Ctrl-Tab. Выбираем эти грани через Alt правой кнопкой мыши, чтобы захватить кольцо граней, Edge Loop. Экструдируем через кнопку E, правой кнопкой мыши, чтобы начать экструдирование, а потом вытягиваем то, что вышло, в центр. Лучше даже просто нажать S и 0 на клавиатуре, результат будет точно такой же. Все равно в центре у нас теперь слишком много точек. Прямо сейчас они у нас выбраны. Нам нужно лишь кликнуть Remove Doubles, чтобы убрать наслоение. Эта функция соединяет их в один объект. Как видите, сверху написано что-то вроде «Убрана 301 вершина». Другими словами, они слились в одну. Так что, стоит мне нажать Ctrl-Tab или выбрать Vertex Mode на панели снизу, я могу нажать вот эту точку в центре и вытянуть ее вверх. Вот у нас и получилась довольно стандартная пешка. А теперь вы наверняка бы хотели углубиться в ее редактирование. Допустим, вот здесь мы хотим изгиб. Для этого достаточно навести курсор и нажать Ctrl-R. После подтвердить через клик левой кнопкой мыши. То, что получилось, можно перевести вверх и вниз. Так что, когда расположение изгиба меня устроит, нужно нажать левую кнопку мыши еще раз, чтобы я мог изменить его размер. И да, пожалуй, еще один сверху. Жмем Ctrl-R, левую кнопку мыши, чтобы начать. Передвинуть. А потом снова левую кнопку мыши. И немного изменим размер. И вот у нас получился небольшой изгиб. И это место идеально для разглаживания. А вот это? Это заострение. Давайте вспомним, как это сделать. Идем на вкладку Object Data и жмем Auto Smooth. Переходим в Object Mode. Автор разглаживания ничего не изменила, потому что мы не нажали кнопку Smooth в Shading. Жмем, и вышла какая-то хрень. Поставим угол разглаживания на 180 градусов. И из-за этого разглаживается вся модель. А теперь возвращаемся в режим редактирования через Tab или панель внизу. Я хочу сделать эту грань острой, так что жмем на нее Alt правой кнопкой мыши, потом Ctrl-E, чтобы открыть меню граней. Также меню можно выбрать через вкладки Mesh, Edges. И выбираем функцию Mark Sharp. И теперь я перейду в Object Mode, чтобы вы увидели, что эта часть объекта теперь острая. Возвращаемся в Edit Mode через Tab и выбираем места, которые мы хотим сделать острыми. Ctrl-E, Mark Sharp, Alt правая кнопка мыши, Ctrl-E, отметить как острую. Я постоянно выхожу из Object Mode и обратно, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. Вот у нас и получилась очень низкополигональная фигурка. И может вы сейчас думаете, что-то как-то нереалистично получилось, потому что в некоторых местах она слишком монстрая, выглядит не по-настоящему. Ну так, в следующей части мы будем разбирать модификатор Subdivision Surface, который тоже является одним из способов для разглаживания форм, но с большим вниманием к деталям. И очень быстренько для тех, кто хочет ее покрасить. Выбираем Cycles Render, как и в прошлых выпусках. Уберу с глаз таймлайн, нажав на вот эти вот три линии и подняв их вверх, а потом вниз. Удерживая левую кнопку мыши, раскрою еще одну панель вот здесь. Чтобы убрать вот эту вот панель, нажимаем N, а также T и N, чтобы убрать эти инструменты и ту же панель. Теперь нажимаем на Node Editor внизу. Опять же, N, чтобы закрыть панель. Выбираем New, чтобы быстро изменить цвет нашей пешки. Мы сейчас в режиме Solid, а нам нужен Material, чтобы видеть, как изменяется цвет. Если хотите, чтобы она блестела, я настоятельно рекомендую изменить шейдер Diffuse на Principled. Для этого нажмите на Diffuse, потом Shift плюс S и выбираем нужный шейдер. Если не получилось, жмите Shift плюс S, особенно на Mac. Просто удалите свой шейдер и прожмите Shift A или обратитесь к меню снизу, чтобы добавить новый. И потом их соединяем. Если хотите посмотреть на нее в режиме рендера, нажмите на вкладку Render, и вот она, наша пешка. А если хотите ее отрендерить, настройте камеру. Ноль на нампаде, чтобы ее увидеть. Еще жмем N, чтобы обратно вернуть эту панель инструментов. И дальше, кажется, Lock Camera to View вот здесь. И теперь мы можем ее покрутить и подвигать. Mesh Plane, чтобы видеть тени, добавляйте сами. Ну, чтобы они были на полу. Ну вот, шахматная фигурка готова. И, как я уже говорил, в следующем уроке мы углубимся в модификатор Subdivision Surface и сделаем эту шахману очень реалистичной. Спасибо за просмотр.